Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Прежде чем приступить к обзору, куда же Диана собирается на выходные, хотела поговорить вот о чем. Недавно Диана говорила, что YouTube предложил ей сотрудничество по поводу продвижения, развития ее YouTube канала, чему она была несказанно рада. Это и понятно. Каждый человек, когда открывает канал, он рассчитывает на то, что он будет расти и развиваться. Если это происходит, это, конечно же, не может не радовать. Я вполне понимаю, разделяю эти ее чувства. Она очень давно хочет, чтобы на канале у нее было 100 тысяч подписчиков. Осталось потерпеть совсем недолго. Я думаю, через месяц-другой, наконец-то, эта ее мечта исполнится. Диана видит, как ее дядюшка раскручивает свой канал на скандалах, на грязи, на выяснении отношений, на какой-то, ну вот, на всем вот этом, вот, на каком-то трэше и хайпе. И решила пойти его путем. Вот ни с того, ни с сего она вдруг решила поделиться со своей аудиторией, почему она оставила танцы. Мы уже говорили об этом с вами во вчерашнем обзоре. Дело ясное, что дело темное. Опять же таки, хорошо понимаю, что Диана, как и все люди, преподнесла информацию с выгодной для себя стороны. После выхода этого обзора зрители написали, что откликнулась ее тренер Ксения. Ей уже зрители тоже сказали, что Диана сняла вот такого рода видео. Она его посмотрела и сказала, что Диана наврала абсолютно все. Я допускаю, что Диана могла и не врать в каких-то там моментах. Может быть, вообще она не сказала ни слова, ни правды. Но промолчала кое-каких фактов, ну, чтобы не порочить свою репутацию. Вполне допускаю это. Когда они поехали в Испанию, я делала обзор и говорила о том, что очень заметно было, как эти попутчицы пренебрегают Дианой. Отчего так получилось? Ведь они же вроде бы пригласили ее с собой, а потом стало заметно, что девчонки идут. Прям видно, что они хорошие подружки между собой. Они идут впереди. Диана, как собачонка, всегда бежит сзади. Также я обратила внимание на то, что Диана снимала их из-под тишка, с неприглядного ракурса. Они знали, что она их снимает, да. Но были такие моменты, которые она могла бы, скажем так, не снимать. Но она все-таки это сняла. Ну, чем и вызвала волну негатива, скажем так, к этим персонажам у своей аудитории. И, конечно же, девчонки заходили, читали эти комментарии и явно обратили на все это внимание. Может быть, и это повлияло на их отношение к Диане. Она же привыкла так поступать с мамой и сестрой. Только она не подумала о том, что мама и сестра, конечно же, ее простят. И, возможно, даже не выскажут ей свою обиду. А это чужие люди. Почему они должны терпеть подобные выходки от какой-то Дианы, которой им вообще никто? И вообще мне закралась мысль в голову, что ее позвали в эту поездку только для того, чтобы разделить расходы. Но, правде в глаза, если посмотреть, Диана же не такая супертанцовщица, чтобы брать ее с собой в Испанию для повышения квалификации. Ну, какая там нафиг квалификация? Ну, честно слово. Потом еще был момент, когда она только собиралась в поездку, она покупала вкусняшки в дорогу. Покупала она их исключительно для себя, хотя она знала, что едут они втроем. Она так прямо и сказала. Вот я взяла, чтобы мне было чем перекусить в дороге. Как сказала Тосиан, первый раз таких единоличников вижу. Ну, вот эти девчонки, может быть, тоже так посмотрели. Опа, вот она, Диана, единоличница. Все в одно рыло схомячила и все на этом. Ну, вот так вот потихонечку, потихонечку, как бусы на ниточку. Все это нанизывалось, нанизывалось, ну и вылилось в то, во что вылилось. К чему я это сейчас все вспоминаю? К тому, что Диана стала менять концепцию ведения своего канала. Решила переключиться на интриги, склоку, разборки, скандалы. И система ожидаемо сработала. Теперь остается только догадываться, до чего она вообще дойдет в погоне за аудиторией, просмотрами, ну и, соответственно, заработком. Начало уже положено и останавливаться она явно не собирается. Итак, идет она по улице и рассказывает. Ой, как замечательно, что она попала в банк и не было тревоги. Она получила зарплату с YouTube. Зарплату она говорила, что всегда берет в долларах. Хорошо, если выдача зарплаты попадет на день, когда доллар высокий. Я получаю зарплату в тенге. Выгодно, не выгодно? Честно, я на это не обращаю внимания. Бывает, что зарплата приходит на 10-15 тысяч тенге ниже той, которая у меня указана в творческой студии. Иногда приходит копеечка в копеечку. Иногда бывает немного выше. Я на это не обращаю внимания и заморачиваться, конечно, открытием валютного счета точно не буду. Но Диана на это смотрит и говорит, о нет, вот эта конвертация, блин, она невыгодная. Лучше она потом сама поменяет эти доллары, когда курс будет достаточно высокий, чтобы она, ну если уж не наварилась на этом, то хотя бы не потеряла свои деньги. Из этой зарплаты, которую она получила, ей нужно отдать долги. Не всегда ей хватает денег, которые она зарабатывает. То, что по одежке нужно протягивать ножки, Диана, конечно, не слышала или слышать не желает. Вот ей хочется прямо сейчас что-то там приобрести. Как она говорила, меня это радует, мне это повышает настроение. Поэтому она иногда прям капитально залазит в долг. И она говорит, ой, я так хотела вот это все купить, что увидела там на сайте магазина. И она берет в долг у Леши. То, что она берет в долг у папы, это информация не новая. То, что она берет в долг еще и у мужа, ну как бы она сказала как-то, что она воспользовалась его карточкой, взяла там у него деньги. Но о том, что она там берет какие-то крупные суммы и потом она их мужу возвращает, честно, я слышу об этом первый раз. И она не просто так рассказала об этом. Я думаю, что очень многие зрители отреагировали на ее слова точно так же, как и я. У меня даже выражение лица изменилось, когда я об этом услышала. Я даже вслух сказала, что у мужа в долг? Всю жизнь прожили с мужем вместе, такого не было никогда. И я вообще ни от кого не слышала из своего окружения, что могут быть такие какие-то торгово-рыночные отношения. Мне на что-то нужны деньги, у мужа они есть, и он готов мне их дать, но только в долг? В смысле? Это новая форма современных отношений? Нет, честно, я об этом не слышала никогда. Вот дети уже имеют семьи, ничего подобного у них нет. Нет, племянники тоже семейные, и тоже такой дуростью никто не страдает. А она так спокойно об этом рассказывает, будто в этом нет ничего такого. Наверняка она не одна такая, которая так считает, что это нормально. Но лично для меня это дикость. Заглянула я, конечно же, в комментарии, чтобы узнать настроение людей, вообще, что они думают по этому поводу. Очень много женщин отреагировали точно так же, как и я. Что за бред? Не поняли. Подождите. Ну-ка, еще раз, Диана. Серьезно, ты берешь у своего мужа в долг? Он дает тебе деньги в долг? А за кекс они друг другу не платят? Может быть, у них и в этом плане есть какая-то договоренность? Например, раз в неделю по обоюдному желанию, ну, окей, это бесплатно. Если вдруг Диане захочется два дня подряд, то она уже должна за это сверхурочно эти заплатить. Если такая потребность возникнет у Леши, тогда он должен будет отслюнявить некую сумму, прям как женщине по вызову. Заплатил? Используй. Бесплатно? Фиг. Жди того дня, который оговорен у нас для этого. Деньги она занимала на поездку, сказала Диана. Получается, у мужа были деньги для того, чтобы проспонсировать жену на выезд за границу, но он этого делать не стал. Мне одна зрительница написала. Гена уже взрослый, самодостаточный человек, обеспеченный. Сравнивать его с молодым Лешей, у которого ни денег, ни правильно. Оказывается, деньги у него были, но давать Диане их просто так он не пожелал. В долг? Пожалуйста. А если Диана заболеет и не сможет работать, и не будет у нее зарплаты из YouTube? Вытаскивать ее будут только ради... Муж в долг не даст, так как понимает, что возвращать ей будет нечем, и помогать он ей в принципе не собирается. Но то, что так будет, я даже не сомневаюсь, потому что это видно по его отношению к ней. Ну и дела. Сумасшедшая, блин, семейка, как пела Алла Пугачева. После банка она поскакала к маме пить кофе. Опять стала снимать ее с близкого расстояния. Зрители в комментариях уже начали у нее спрашивать, зачем ты это делаешь? И она так невинно ответила, что никакого криминала в этом нет. У мамы очень красивые головы и глаза, и такой прям цвет необычный был в этот день. Она хотела его показать зрителям. Хорош гнать. Какие у Иры глаза зрители уже знают от и до. Она прекрасно читает комментарии, в которых не обращают внимания на цвет глаз, а обращают внимание на морщины, на то, что Ира для своего возраста выглядит плохо. И если пишут что-то подобное ей, она такие комментарии удаляет. Вот если плохо напишут про сестру или маму, она будто эти комментарии не замечает, поэтому они и остаются. Если бы она действительно хотела показать цвет маминых глаз, тогда могла бы об этом сказать. Ой, ребята, у мамы сегодня такие необыкновенно красивые глаза. Посмотрите, прям у нее так цвет или освещение или что-то такое. Обратите на них внимание, как обратила я. Но ведь молча снимает из-под тишка, как крыса, выставляя все недостатки мамы, какие есть у нее на лице. Потом пытается выкручиваться. Ой, это просто цвет глаз хотела показать. Не подумайте ничего плохого. Всего лишь цвет глаз. Все. Потом они стали говорить о цветах. Кто расслышал на четвертой минуте, где-то 17, наверное, секунды, что Родик сказал? Ты такая же жестокая, как твоя бабушка? Я не ответила Ира. Я несколько раз переслушивала этот момент. Послушайте еще раз, что он сказал то, что я услышала, но я несколько раз слышала вот именно то, что я вам сейчас озвучила. Если я правильно расслышала, то это уже становится интересным. Процесс пошел. Болтают при ребенке все подряд, думая, что он занят своими делами и ничего не слышит. Дети слышат все. В этом я убедилась на 100%. Это только кажется, что они играют и на взрослых, и их разговоры не обращают внимания. Еще как обращают, и все мотают на ус. Ира явно высказывалась про свою маму неоднократно, да еще и вворачивая какое-нибудь крепкое словцо. Вот он и выдал. Причем совершенно неожиданно. Они говорили о цветке, который у Дианы умер, и тут Родик раз и сказал то, что сказал. Потом они быстро поменяли тему, не стали как-то на этом зацикливаться, ругать его, обращать внимание, вдаваться в подробности. Стали говорить о посуде Самвейла, о том наборе, который подарила Мила. Диана такая, а? Самвейл не покупал себе этот дорогущий набор? Ему подарили такую посуду? Ну да, ей только чашечку приставили. А тут шутка ли сказать целый набор? Наплакал дядюшка. Это что же надо уметь? Ныть, конючить, давить на жалость, прибедняться. Вот Диана уже начинает действовать так же. Денег не хватает. Бедная женщина вынуждена занимать у своего мужа, а потом возвращать долги. А после возврата этих долгов у нее практически не остается средств на жизнь. А еще целый месяц впереди. О как! Посылки с продуктами тоже начала просить. Присылайте из разных стран, а мы будем устраивать дегустацию. Хотите такие ролики на канале? Тогда присылайте посылочки с продуктами. Далее Диана рассказала, как она пошла с девчонками на кроссфит. У них там замена. Сейчас тренер некий появился. Слава! Столько проявил к ней внимания и поддержки. Диана таки расцвела. Надо было видеть ее лицо. Недавно она рассказывала, что у них уже была замена тренера. Тогда девушку заменяла опять же таки девушка. И такого восторга и огня в глазах у Дианы понятное дело не было. А тут улыбка до ушей, глаз горит. Так приятно, когда поддерживают, пролепетала Диана. Конечно, если под боком муж, который только критикует за все, и выглядит-то Диана не так, и одежду-то она носит не такую, и фигура у нее не очень, надо тренироваться, да побольше. А тут немного внимания и все. Женщина воспарила к небесам. Она говорит, для меня вот эта похвала, это мотивация к действию. Вот на кого-то нужно наорать, ты жирная корова, тебе надо срочно похудеть, и человек тогда только начнет действовать. Ну, это как с бабой Таней. Метод кнута на нее действует гораздо активнее, чем метод пряника. А вот Диана, доброе слово и кошке приятно, уж Дианке-то и подавно. Вот вам и нежданно, негаданно появился в жизни мужчина, который готов поддержать. И пусть даже хотя бы это тренер. Кто знает, во что выльется. Всякое бывает. Далее они пошли с Лешей кормить котов. Жалко Диане этого домашнего котика, которого выбросили на улицу. Она его хочет пристроить. Никогда она этим не занималась, но вот она где-то там сделала репост, наверное, в Инстаграм. И тут в Ютубе сделала клич. Может быть, кто-то из Запорожья захочет взять его к себе. Я видела у нее комментарий по поводу черного кота. Есть зрительница, которая готова его забрать. Ой, это было бы здорово. Эти котики такие ручные, даются свободно в руки. Поэтому с поимкой вообще проблем возникнуть не должно. Пришли с переносочкой, выбрали себе понравившегося котика. И забрали домой. И дали хвостику любовь, заботу и внимание. Скоро зима. Котика, которого выбросили из дома, вот ему будет сложнее всего. Диана говорила, что он никуда не уходит с этого места. И с наступлением холодов может погибнуть, если к тому времени не адаптируется к улице и не поймет, что нужно куда-то прятаться, чтобы выжить. Кто-то из зрителей предложил Диане взять этого котика к себе. Она и хочет, но и не хочет, как бы ей ни было его жалко. Говорит, завтра выбросит еще какого-нибудь красивого котика. Этот котик ей напоминает корейского котика. Даже такое бывает. Она говорит, я физически не смогу подбирать всех. Ну, кто-то подбирает. Может быть, конечно, не всех, но есть такие люди, которые держат в квартире и по 5, и по 10 котов. Но не все, конечно, на это способны. Взяли кого-то хотя бы, и на том уже спасибо. Хотя бы одного, да даже одного. Если кто-то приедет и действительно заберет хотя бы одного котика, это уже будет очень-очень хорошо. Итак, куда же она собирается на выходных? Она собирается ехать в путешествие с папой на мотоцикле. Я только вчера узнала, что 22 июля погибла известная блогер и байкерша Мото Таня. Кто слышал про нее? Очень глупо, конечно, она погибла. Сама бы она, возможно, и не попала в эту аварию, если бы ей не помог ее подписчик. Ну, так, не справился с управлением, ткнул ее мотоцикл, и она не справилась с управлением, улетела под грузовик. Он тоже получил какие-то травмы, но она стала жив, а женщина погибла. Я вспомнила недавнюю поездку Дианы с папой, когда они свалились. Диана улетела в кусты, и, конечно же, этот мотоцикл навалился на них. Но, слава богу, скорость была небольшой, и они упали, не получив серьезных повреждений. Сейчас эта поездка будет совсем другой, не похожа на ту, которая вот была у них. Диана хочет поехать с папой, чтобы поснимать кое-что для своей аудитории, как-то разнообразить свой контент. Боже, сколько блогеров погибло в погоне за контентом. Я, конечно, это не к тому, что Диана поедет, и с ними обязательно что-то случится. Я прекрасно понимаю, что можно не выходить из дома месяцами, потом пойти в магазин через дорогу и попасть под машину и погибнуть. Я не об этом. Просто вот как-то это все так совпало. Она сказала, вот хочу там, чтобы вам что-то новенькое показать. Ну, и вот у меня мысли вот так вот именно сложились. Такое предложение, что гибнут люди для того, чтобы какой-то там снять интересный контент. Вот так бы Диана просто, ну, не поехала бы с папой. Она говорит, я очень боюсь ее ездить на мотоцикле, и вообще никогда я этого не делала. С папой обычно ездила мама. В этот раз мама отказалась и попросилась Диана. Папа с радостью согласился. Ну, в последнее время Диана не показывает лицо папы. Как будет в этой поездке, я не знаю. Тоже будет снимать его со спины или в шлеме. Дай Бог, чтобы путешествие прошло без происшествий. Они вернулись домой живые и невредимые, конечно же. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.